13 января, пока многие копичане отмечали Новый год по старому стилю, наша съемочная группа отправилась в Екатеринбург на музыкальный фестиваль Старый Новый Рок. Подробности далее в сюжете. Музыкальный фестиваль Старый Новый Рок проходит уже в 12-й раз. 5 площадок, около 70 рок-групп, среди которых и рэп-исполнители. Музыкальный фестиваль Старый Новый Рок проходит уже в 12-й раз. Музыкальный фестиваль Старый Новый Рок проходит уже в 12-й раз. Стал продвигать проект Вася Обломов. Автор мегахита «Еду в Магадан» побил все рекорды. Спеть дуэтом или трио с молодым исполнителем теперь не считают зазорным ни Сергей Шнуров, ни Ленин Парфенов, ни Ксения Собчак. Недовольство жизни правительством, социальной несправедливостью, начальством – основа творчества Вася Обломова. Автор-исполнитель попал в струю, уловив общее настроение народа. Я же не учу людей жизни, я песни пишу, а смеяться над теми или иными моментами, мне кажется, нормальным. Но иначе придется лить слезы, я не знаю, и покончить с собой в конце концов. И Лев Толстой написал Анну Каренину, не предлагая вообще ничего. Но он просто рассказал, что бывает вот так, а еще вот так, еще вот так. И читатель, как бы, удача романа в том, что читатель, он как бы, сидя перед открытой книгой, в силах сам придумать и вообще осознать произошедшее. Мне кажется, творчество, если оно побуждает хоть каким-то эмоциям и мыслям, то это прекрасно. А смеяться или плакать – это уже как бы дело вкуса. В этом году на участие в фестивале было подано более 400 заявок от музыкантов. В итоге на сценические площадки вышли 68 коллективов. Из них три зарубежных – из Германии, Великобритании и США.